Напор воды, который бежит из кранов, жители улицы Пролетарская в Афанасово сравнили с известным фонтаном в виде мальчика, который расположен в Брюсселе. Помыть руки еще можно, но в остальном пользоваться водой невозможно, рассказывает Вячеслав Комаров. Вот полностью открыто. Вот струйка. Это еще нормально. Сейчас еще идет. Можно набрать что-то. Вот ведра стоят на полу. Вот струйка ведет, чтобы бочок не набирается. Такая ситуация была все лето и продолжается сейчас. Чтобы сделать элементарные бытовые вещи, нужно набирать воду сутками. Ни котел не работает, если надо включить котел. Ни стиральная машина, ни вода вообще. Если на мансарду я зайду, ни туалет промыть вообще ничего нет. Не полить толком. У нас растения, цветы выращивают, вообще невозможно поливать. В том году тоже плохо было, но в этом году вообще не идет вода. Писали администрация города, местное поселение, вот эта администрация тоже. Они присылают ответ, что поливочный сезон, там после этого вода будет. Но на самом деле никто не хочет признать, что давление они на систему не могут дать, потому что все это сгнило. Не единожды жители села обращались к местным властям, в администрацию города, в водоканал. Ответы были разные. Виноваты огородники и насосы, которые они ставят. Трубы не принадлежат водоканалу. Изношенность сетей и отсутствие средств на ремонт. Здесь уже с 95-го года дом начал строить. Вот здесь все трубы под дорогу, они разгнили давно. Когда ремонтировали дорогу, здесь разбитая дорога была. Я представитель администрации говорил, пока все разбито здесь, я говорю, тротуаров нет. Я говорю, положите новые трубы полиэтиленовые людям, сделайте колодцы. Люди согласны заплатить за кольца. Но мне администрации ответили, да мы потом сделаем, потому что они знают, что уже уходят и все. Мы обратились в водоканал, где нам ответили, что на данной улице сети частные. В этот раз здесь кто-то вел раскопки, потому и напора воды нет. Подобных частных или бесхозных сетей немало. И эта улица, и весь поселок строителей. Трубы были проложены десятилетия назад. Потом люди покупали участки, строили дома, не зная об этих нюансах. Предприятие, которое когда-то строило и обслуживало эти сети, могло закрыться или обанкротиться. Теперь же, если случается порыв, водоканал готов помочь. Но никто не позволяет копать их участок. Оно и понятно. Над трубами стоят дома. Не сносить же их. По-хорошему, надо вывести все трубы за заборы, чтобы иметь к ним доступ. Пока власти бьются над решением глобального вопроса. Это не только проблемы с бесхозными сетями, но и с водоснабжением, водоотведением в городе. Специалисты пытаются получить 3,5 миллиарда рублей на льготный кредит, чтобы, наконец, привести сети в порядок. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.